Владимирская область теперь не значится в черном списке по качеству автомобильного топлива. По итогам прошлого года бензин на заправках 33 региона признан одним из лучших в ЦФО. С ноября по март эксперты народного контроля проверили 29 заправок в пяти муниципалитетах области. Претензии к топливу были только в Визняковском районе. Мы поймали одну некачественную заправку и одна заправка, которая торгует дистиллятами, которые запрещены по постановлению губернатора прошлого года. Мы были довольны тем, что у нас такие результаты. Когда последний раз мы съездили в Суздаль, там все заправки торгуют качественным топливом. Однако оптовая цена на топливо растет. Общественники считают, что этим могут воспользоваться недобросовестные поставщики. И тогда на топливном рынке появятся некачественные нефтепродукты. Под удар уже попали бюджетники, для которых топливо закупают по госконтрактам. На настоящий момент уже пошли сигналы по госзакупкам от наших бюджетников скорой помощи, что они уже получают некачественные нефтепродукты. В условиях борьбы с коронавирусом скорая помощь должна быть обеспечена всем необходимым. Бороться с недобросовестными поставщиками должны и сами заказчики. Закон позволяет обозначить четкие требования к качеству товаров. Пожалуйста, ставьте обеспечение контракта, более строгие условия к проверке качества. Я думаю, собака зарыта там. Давайте выявлять эти случаи, где заказчик намеренно не закладывает этих механизмов. Давайте выводить тогда это в публичное пространство. Самим предпринимателям тоже порой непросто распознать поставщиков плохого топлива. У маленьких компаний на это не хватает средств. Вы тоже поймите, если я буду каждую пробу возить в лабораторию, это же какие-то расходы, да? Мне и так хватает расходов, мне тяжело, потому что мой пролив недостаточен. Решать проблему поставок некачественных товаров на рынок госуслуг надо системно, считают участники совещания. Необходимы изменения в законодательстве. Не наказывать тех, кто поставил некачественный продукт, топлив и так далее, а не допускать в принципе их доучастие в торгах. А для этого нужна что? Аттестация, аккредитация участников этих процедур. Полагаю, что мы будем услышаны. У меня есть информация, что уже готовятся конкретные изменения в этой части. В апреле общественники и представители бизнеса планируют провести ещё одну встречу. На неё пригласят участников торгов по госзакупкам топлива. Татьяна Гордеева, Олег Маньков, Губерния, 33.